добрый день дорогие друзья мы продолжаем нашу трансляцию из чемпионата мира по боксу который напоминаю проходит в екатеринбурге меня зовут сергей фиш и сегодня вместе со мной комментировать поединке будет корреспондент 3 новостей василий конов младший да еще раз здравствуйте друзья давайте перед стартом поединка между венесуэльцем и казахстанцем вспомним снова про победу нашего боксера альберта газе его поздравим во первых вас сверх уверенным началом этого чемпионата и вот удалось пообщаться с личным тренером что прошу прощения за произношение фамилии если что он заметил что для альберты все бои на всех турнирах начинаются скомканно и немножко суетливы поэтому они не особо остались довольны выступлением но все будет впереди давайте снова к бою и так это поединок весовой категории до 57 килограммов и боксирует боксер из казахстана кайрат и роли в против венесуэльца юэля феноля это очень конкурентная пара и роли в чемпион мира 2017 года а юэль феноль в прошлом брал серебро на олимпийских играх в рио-де-жанейро тогда кстати он дошел только до полуфинала там он проиграл узбекскому боксеру шахабетину за ирову но так как нашего боксера михаила алояна решили серебряной медали то она досталась соответственно юэлю феноли ну не просто так мы выбрали этот поединок для того чтобы вам показать действительно как мой коллега сказал тут очень титулованные боксеры встречаются и как минимум один останется без чем это уже будет точно и давайте не забывать что это как раз таки потенциальные соперники альберта дергазиева но правда по финалу не раньше а в на пути к финалу альберту как минимум предстоит сломить спротивление кубинца альвареса но опять же как я уже сказал это все еще дела предстоящих дней впереди еще одна восьмая финала который состоится сейчас казахский боксер идет вперед поджимает своего оппонента из венесуэлы да такое ощущение что венесуэлис немножко ждет какой-то какого-то действия от своего соперника и старается если как раз таки от оппонента сейчас пытался мощно зарядить слева казахский боксер не складывается это впечатление что венесуэлис немножко опасается своего более наверное именитого соперника ну возможно он просто пока присматривается все-таки первый раунд боксер довольно опытный но можно сказать что казахстанин сиралиев точно захватил центр ринга точно ведет этот бой приезжал канатом своего оппонента и наверное действует как ему удобно для боксера из казахстана это кстати первый поединок на чемпионате мира а вот ю эльфи 0 уже уверенно прошел первую стадию предварительного этапа и выиграл у боксера из германии романа шарафа судейским счетом 5-0 смотрите юнель пытается огрызаться не уверен что правда у него удара проходит и это чувствует ира но вот кажется что казахский боксер пытается найти какие-то преши в обороне венесуэльца даже более скажу что он их находит у него удары передние постоянно проходит сейчас хорошо по корпусу справа зацепил сейчас казахский боксер и еще раз туда же тяжело приходится до венесуэльца надо признать видно что не знает как действовать против соперника да такое ощущение что он ждет атаки и пытается действовать потом навстречу да наверное единственную возможность в этом бою но казахстанец отлично провел первый раунд уверенно не дал соперник никаких шансов да перед тем как пойти в свой угол юнель поднял руку вверх что сигнализировал наверное его уверенность себе напоминаю что это поединок весовой категории до 57 килограммов между боксером из казахстана кайратом яралиевым против венесуэльца юэль афиноля да и у нас закончился первый раунд да к сожалению мы не понимаем подсказок в углу как вы кажется того и угол не ролевая тем как проходит поединок ну по моему сейчас был удар ниже пояса и судья делает замечание боксеру из казахстана опять похожий сценарий первого раунда абсолютно не соли ждет каких-то действий от казахстанца чтобы что-то противопоставить не занести какой-то контрударные и роли просто не дают ну неплохо все-таки обороняется венесуэльц сейчас хорошо ударил навстречу пошли в размен ударами вот болельщики из казахстана начинают поддерживать своего боксера да и такое ощущение что и феноль возможно поверил себя может нашли какие-то нужные слова в его углу уже действительно получше начал действовать вот сейчас хорошо снизу от венесуэльца мощно конечно заряжается на удар венесуэльский боксер это видно но это энергозатратно между прочим поэтому посмотрим как будет в третьем раунде они двигаются как будет дышать хорошо сейчас в размене ну картина боя складывается примерно та же что и в первом раунде пока казахский боксер старается идти вперед а венесуэлец пытается действовать на контратак правда втором раунде венесуэльца значительно больше получается чем при стартовом отрезке встречи но это все равно преимущество инициатива полностью на красотанце играли венесуэль чемпиона мира как и даже каждый складывается впечатление что играли как-то уверенность действует в его глазах видно что я знаю что я делаю давайте сюда и ко мне зовет он его да низко держит перчатки а казахский боксер даже сказал солидно да тем временем осталось 10 секунд до окончания второго раунда вот сейчас заряжался на удар боксер из венесуэлы но казахский боксер все видел и спокойно ушел от этой атаки итак завершился второй раунд но чтобы как тебе кажется кто здесь был получше ну если в первом раунде как я сказал полюбить что был явно стороне яралиева в принципе втором раунде картина не сильно поменялась наверное вот именно таким явно превосходство казахстанского боксера я назвать не могу да он на мой взгляд выиграл этот раунд но вот не в одну калитку первых минут ну что ж посмотрим каким будет третий раунд интересно сможет ли венесуэлец поменять ход поединка но опять же как возвращаемся к поединку битрогазиева мы сразу заметили что по итогу второго раунда очень сильно устал болгарин здесь конечно тоже самая ситуация тоже уровень оппозиции несовпоставима но такое ощущение что венесуэльц тоже подустал но даже посмотрите на и роли он просто пробежался итак третий раунд я напоминаю что это поединок кайрата яралиева боксера из казахстана против венесуэльцы юэля финноль а я думаю не лишним будет напомнить о регалиях этих боксеров боксер из казахстана чемпион мира 2017 года а юэль финноль получил серебряную медаль на играх в рио-де-жанейро у нас опасное движение головой смотри киньсуэльц уже пошел вперед пытается дальнюю рукой забить и роли и поджимает поджимает боксер из казахстана своего оппонента как сразу оживилась публику казахстанцев тоже приехала много вот сейчас интересный был удар по моему было обоюдное попадание взорвался да и роли их приличный мы при этом не финале успел как-то среагирует на такой взрыв сейчас хорошо правой рукой точно в цель от казахского боксера начала успокоились до страсти на ринге такой стартовый ну это первый поединок для кайрата яралиева не нужно раскрывать сразу же все карты нужно все-таки что-то поберечь на следующей стадии тем более если он уверен своей победе на что-то могу с тобой поспорить если так не раскрывать карты то можно и не получить возможность раскрыть их в дальнейшем поэтому если дерется действительно с именитым боксером который действительно есть чем похвастаться как ему уже дважды напомнил о его наградах поэтому нет здесь тоже с полпинка как говорится не победить сейчас хорошо снова справа попадает казахский боксер заряжается на удар боксер из венесуэлы да видимо юэль понял что отступать некуда как говорится тоже начал действовать первым номером и тут у нас обоюдно острая такая ситуация на ринге что оба боксера идут в размен ударами причем и оба частенько впадают поэтому данным такая самая интересная раунда этого поединка чуть меньше 30 секунд остается до окончания этого поединка пора пора юэль снова взорваться да но хорошие действия оборонительные от боксера из казахстана безусловно туда согласен чемпион мира итак завершился этот поединок я напомню что в ринге были боксер из казахстана кайрат иралиев против венесуэльца еле финоля осталось немного времени и мы узнаем каковым же будет судейское решение сергей как ты считаешь радость венесуэльца она как просто нужно так себя повести но он долго готовился к этому турниру и глуп сейчас унывать все-таки надо дождаться судейского решения давайте дождемся и мы досталось буквально чуть-чуть итак друзья раздельным решением судей победу одержал боксер из казахстана поздравляем кайрата ираева это был любопытный поединок согласен конкурент но теперь интересно посмотреть на очки до 3 2 представляете 3 2 выиграл иралиев итак на очереди я напомню в ринге b нам предстоит увидеть поединок боксера из россии муслима гаджи магомедова против боксера из турции берата акара совсем немного времени остается до начала этого боя да муслим считается главным фаворитом предстоящего турнира как мне кажется вообще на любом турнире джи магомедова считают явным фаворитом потому что вспоминаю его выступление на европейских играх минске там только турнир еще по боксу начался там уже писали что все вот золотая медаль будет у нас и вот мне очень понравилось поведение самого муслима когда там даже спрашивали